Если бы намаз совершался бы сразу, вот в одно время, если бы вот так не было распределен, совершение намаза не было бы распределено вот так по пяти времена, что было бы? Во-первых, была бы большая сложность. Все вот пять намазов совершить сразу. Не по установленным Аллахом, временным срокам, временам, а сразу, что было бы? Была бы сложность для человека, правильно? То есть человек, сколько у нас ракатов намаза обязательно в день? 17 ракатов, да? 17 ракатов человек, если бы должен был совершить сразу, то это было бы сложно, раз. Во-вторых, что было бы? Во-вторых, человек бы совершил намаз, а потом бы все время оставался без намаза. Это к чему бы привело? К такой вещи, как беспечность, гафля, пренебрежение. То есть, предположим, человек 17 ракатов сделает сразу, за сколько? Ну, пусть будет полтора часа где-то. За полтора часа сделал бы он сразу 17 ракатов. Все остальное время осталось бы как, что человек, он был бы в это время в какой-то беспечности, пребывал бы, отсутствовала бы между ним и его Господом связь. Вот это в виде этого великого поклонения. Поэтому мудрость Аллаха Субханна Таля, милость Аллаха Субханна Таля предполагает, что намаз он имеет на вакли. То есть, вот так вот распределено его совершение по временным промежуткам. Эти временные промежутки, они связаны с чем? Они связаны с изменением положения Солнца. Связаны с изменением положения Солнца. Аллах Субханна Таля, вот эти временные промежутки для намазов, связаны с изменениями Солнца. Фаджр, утренний намаз, зухр, аср, магриб, аля-иша, все они связаны с изменением на небосводе. Что происходит в это время на небе? Связано с движением Солнца, и это будет разъяснено, иншаллаху тааля. То есть, физически, к чему это привязано, к какой причине? К изменению на небе, с изменением положения Солнца. С изменением именно положения Солнца.